И да, приветствую друзья и гости канала, всем огромнейший привет, сейчас посмотрим с вами интересный красивый домик, лично мне он понравился еще в прошлый раз, когда приезжал, но была, наверное, не самая хорошая погода и не получилось передать вот ту красоту, которую действительно вы получаете, когда покупаете данный домик. Смотрите, вот если мы возьмем с вами дома, которые продаются в Сочи, большинство это просто вот дом стоит и там ни зелени, ни деревьев, ну ничего от слова совсем, вот я вам серьезно говорю, вот такая концепция, здесь же немножко по-другому, здесь автополив, здесь подсветка, здесь травка та самая, здесь базальтовая плита, здесь дорогие окна, да, кстати, если кто-то думает, что дом стоит 15 миллионов, 15 миллионов стоит только окна. Соответственно, у нас тот же самый бассейн с автоматическим хлорированием, понимаете, на автоматике все сделано и, конечно же, помимо всего 4,5 сотки земли, здесь вы видите, да, все это сделано, все там очистка, все вот положено, потому что бассейн это не просто вот взяли, например, и что-то там вы для себя там, не знаю, там все вот и забыли, нет, конечно, бассейн надо чистить, за ним надо и ухаживать и все остальное. 4,5 сотки земли вроде кажется немного, но на самом деле, в принципе, здесь хватает для всего за глаза. Здесь несколько домов, я покажу вам самый доступный домик, потому что остальные подороже, а этот дом, мягко говоря, нормально, адекватный, здесь, соответственно, вы можете сделать зону барбекю полноценную, и я бы, наверное, ее сделал, при желании, может, там, было здесь сделать баньку какую-нибудь, ну, в общем, как бы так. Один тоже из больших, жирнейших плюсов данного дома, это наличие парковки, при желании, сюда можно загнать три автомобиля, и здесь получается персональный съезд, персональный спуск, и тем самым можно даже автомобили свои оставлять вот за забором, потому что вы никому не мешаете, никому не преграждаете проезд, вот чтобы вы посмотрели, да, и, в принципе, такая хорошая получается приватная территория. Тоже большой, огромнейший плюс, потому что я думаю, что большинство вот этих плюсов, которые я сейчас озвучиваю, для них будут критичными. Опять же, начнется строить автополив, все выражается у нас с телефона, со смартфона и так далее. Теперь, что касается самого дома. В доме у нас отширотворены стены и, соответственно, сделана проводка. Давайте попробуем посмотреть, что же мы здесь получаем за эти деньги. Деньги, кстати, смешные. Здесь мы с вами получаем уже инсталляцию, разводка вся, какая и должна быть. Имеется такая комната, тоже окна в полу. Ну, видно, что окна прям безумно дорогие. Уже сделано, посмотрите, подготовлено все уже для, просто уже для того, чтобы кинули там ламинат, либо там плитку, либо еще что-нибудь, смотря, ну, может, линолеум захочется, может, кто-то захочет, ковролин, да, для тех, кто не знает, что такое ковролин, такой волосатый линолеум. И вот, в принципе, кухня-гостиная, в принципе, тоже такая довольно-таки интересная получилась. Газ, кстати, сейчас заведен. Газ я отдельно покажу, потому что есть комната с газом именно. Ну, и, соответственно, здесь мы с вами будем видеть, и можно даже выйти непосредственно вот на свою такую территорию. Посмотрите, да, какие толстые окна, такие прям по качеству, я могу сказать, очень даже добротные. И для первого этажа я считаю, что места более чем достаточно. Посмотрите, можно было сделать еще гардеробную. В целом, ну, хороший вариант. Ну, во всяком случае, мне бы первый этаж хватил бы за глаза. Теперь давайте поднимемся с вами на второй этаж. На второй этаж тоже я постараюсь показать. Просто я вчера показывал вам дом в стиле минимализма. И там в комментариях, что там сделало ли вы не так, не так. Я всегда в каждом видеоролике делаю на это акцент, на то, что, конечно же, дома лучше покупать черновые и квартиры. Потому что те дома, которые с идеальным ремонтом, которые подойдут каждому из вас, они, мягко говоря, неподъемны по цене. А то, что вы можете купить, не всегда вас будет устраивать. И это факт. В целом, да, мы с вами видим вид на море, соседские красивые домики. Ну, я соседские, наверное, снимать не буду, потому что они подороже. А этот у нас сейчас по акции, цена снижена, поэтому, думаю, его есть смысл рассмотреть. Здесь, конечно же, мы попадаем в хозяйскую спальню. С хозяйской спальни обалденный вид на море, и уже вид на море не поменяется. Кстати, сюда просто обалденные подъездные пути. И вот, например, в этой спальне у нас, помимо всего, имеется свой персональный санузел. Потом хороший, полноценный санузел. И вот, можно тоже посмотреть на свою территорию. Также здесь видно горы. Еще даже в горах у нас снежочек лежит. Ну, в целом, в этом прям хороший вариант. Ну, и, конечно же, помимо всего, есть еще одна спальня, еще одна детская. И она тоже довольно-таки комфортная. Большая, посмотрите, да? Вот эти вот окна большие, они продают объем. И это действительно очень круто. Ну, очень круто. Мне, в общем, нравится, когда такие вот окна. По большому счету, что мы с вами имеем? Санузел. Тоже по меркам в Сочи, по меркам всего. В довольно-таки большой санузел. Соответственно, это будет у нас детский санузел. Две спальни для одного ребенка, для второго ребенка. Есть возможность выйти на балкон для всех членов семьи. Ну, и, соответственно, своя такая персональная, в принципе, просторная хозяйская спальня. Ну, вот я сейчас думаю, как бы я сделал. Ну, скорее всего, я бы сделал именно так. Скорее всего, сделал бы именно так. Хотя, вот детям зачем им выходить на балкон? Может быть, я сделал бы немножко по-другому. Вот это пространство, не туда, не сюда. Может быть, я здесь бы прорубил бы окно в Европу. И сделал бы выход на балкон персонально только с хозяйской спальней. Вполне возможно, вот именно так бы я и сделал. Ну, опять же, это мои заморочки, мои тараканы в голове. Сто людей, сто разных мнений. И вот здесь, наверное, я тоже сделал бы перегородку. Вот здесь вот получилось бы, чтобы через гардеробную ты заходил непосредственно в санузел. Я видел такой у своих клиентов, очень мне нравится. Давайте еще раз покажу. Вот здесь вот, например, сделать перегородку. И, соответственно, получилось бы здесь гардеробная. Через гардеробную мы с вами проходим, соответственно, в санузел. Потому что это логично должно быть так. Вот ты помылся с утра, выходишь, взял какие-то свои вещи и все. А твоя вторая половинка, например, еще спит. И ты ей по большому счету не мешаешь. Ну, и, конечно же, давайте поднимемся с вами на крышу. Знаете, есть многие застройщики, где есть выход на крышу. И они везде позиционируют крыши, эксплуатируемые и так далее. А там рубероид лежит, и все. И вот они там эксплуатируемые кровли, то и все. Здесь же на самом деле можно сделать либо кабинет, либо еще что-нибудь тоже удобно, что здесь уже стяжка полу выполнена. И вот в этом месте тоже у нас еще одна такая вот есть комната вместе с санузлом. Санузел тоже имеется. Может быть, даже я предпочел бы наверху бы. Да, вот забрал бы весь себе этот этаж. Довольно-таки он приватный получился бы. Здесь поставил бы себе спальню. Просыпаешься, вид на море. Можешь выйти на ту самую крышу. Здесь действительно крыша эксплуатируемая. Ну, реально эксплуатируемая крыша. Вид на зелень. Все красиво, все прекрасно, все замечательно. Вот этот домик чуть побольше, он подороже. Тоже довольно-таки интересный дом. Вот эти дома у нас доводят до ума. И тоже скоро здесь все будет зелено, все будет красиво. Поэтому есть что посмотреть. Но, не знаю, мне этот дом почему-то нравится больше всего. Потому что тот дом действительно немножко большой. И сходите, давайте я тоже его для интереса для вас сниму. Поэтому вид на море есть, вид на горы есть. Где там, не знаю, полежать в конце концов тоже все это есть. Ну и вот посмотрите, да, вот там основная дорога. За счет того, что мы немножко вот находимся подаль, да, и дом находится ниже. Мы, эти автомобили, мы не слышим. Это уже большой и огромнейший плюс. Соответственно, соответственно, все коммуникации здесь имеются. И теперь вот я понимаю, что вот здесь, например, ремонт будет стоить гораздо дешевле, чем если бы такой же дом, я бы показывал именно черновой. Чернуху, да? Чернуху. Чернуху, еще раз чернуху. Ну, еще раз хочу посмотреть, думаю, если бы я себе бы устроил, бы меня так и не устроило. Ну, не знаю, наверное, бы устроило. Вот именно так, скорее всего, точно бы устроило. Потому что в целом, да, спальни хорошие получились. Вот, кстати, территория тоже, наверху крыша, при желании можно сделать на нее выход, хотя я думаю, это лишнее. Зона барбельки внизу есть. Баньку при желании сделать можно. Тут при желании можно сделать и наверху баня. Ну, и здесь, конечно, тоже мелочи. Ну, для кондиционера все выведено, все хорошо, все прекрасно и все замечательно. По большому счету спален очень много. Есть и внизу, и гостевая комната. И наверху три спальни, и еще наверху, там, на крыше тоже все, что нужно, все имеется. Ну, вот здесь вот для кухни-гостиной, я думаю, более чем достаточно. Однозначно за зачет. Также есть возможность выйти у нас в сторону своего бассейна. Здесь, давайте, я это тоже вам покажу в некоторые моменты. Здесь вот есть такое помещение, где сейчас уже, вы видите, да, по-серьезному все сделано. Обогрев бассейном, обогрев дома, газ заведен, соответственно, стоит водонакопитель на всякий случай, разводка для теплых полов, разводка для инвекторов. Все это стоит денег, ребят, чтобы вы понимали. Поэтому в таком варианте дом, в принципе, уже не позиционируется как дорогой. Обычно нормальный бюджетный сочинский домик. Это идеально для тех, кто хочет обои под себя подобрать или сделать декоративную шкатурку. Прям идеальный вариант для вас. Да, кстати, цена, да, кто-то спросит, какая цена, Макс, скажи, пожалуйста, цену. Цена адекватная, 85 миллионов рублей, скидок нет. По поводу рассрочки можно договориться, в иботеку можно оформить. Цена 85 миллионов рублей. На этом с вами прощаюсь, всем добра и пока. Продолжение следует...